Действительно у нас и денежное удовольствие, вынослужащие, которые участвуют в зоне СВО и всевозможные выплаты, они сегодня подняли планку минимум до 200 тысяч рублей, а в принципе люди получают там и гораздо больше. Но жизнь не сводится только к денежным выплатам и денежному удовольствию. Провести консультации по 8 кандидатурам. Это касается особенно медицинского обслуживания. Я считаю абсолютно непорядок, когда участников СВО, которые приезжают в отпуск, гоняют из гражданских медицинских учреждений, отправляют в госпитали, которые часто просто переполнены. Это вопрос надо решать. И они фактически потом оказываются вне системы льгот, которые предоставляют регионы. Говоря о необходимости ускоренной поставки в армию новых современных вооружений, новых технологий, новых инноваций, еще раз подчеркну, что я не вижу лучшей кандидатуры, кто мог бы организовать эту работу и добиться результатов. На всех предыдущих должностях Андрей Еремович всегда добивался результата. Поста министра обороны перехивается не только в войне, но и в других странах. Чому они принимают эти решения? И все, кто думает, что можно будет вернуться к определенной сотрудничеству с Россией, они помиляются, фундаментально помиляются. Россия практически всю свою экономику переводит на милитарные рейки. Избыточные военнослужащие, и они фактически потом оказываются вне системы льгот, которые предоставляют регионы. Субтитры создавал DimaTorzok